Шифр «Государь» о чем говорят рукописи старца Федора Кузьмича? Религия и мировоззрение шифр «Государя», о чем говорят рукописи старца Федора Кузьмича 8 часов 12 ноября 2019 года, обновлено 8.17.12.2019 года Public Domain Старец Федор Кузьмич Public Domain Москва, 12 ноярия новости Антон Скрипынов Ученые и верующие спорят, были ли император Александр Ай и таинственный сибирский старец Федор Кузьмич одним и тем же лицом Даже посмертная судьба этих людей кутана тайной О том, что мешает ответить на один из главных вопросов русской истории и какую роль в этом играет шифр старца В материале Рия новости Крестьянин с дворянскими манерами В Петропавловском соборе Петербурга напротив алтаря стоит украшенная крестом и двуглавыми орлами гробница из белого мрамора Полвека назад возле нее периодически появлялся широкоплечий мужчина в очках и черном костюме Он пристально осматривал могильную плиту, словно под ней хранится великая тайна Эта могила для известного советского антрополога Михаила Герасимова того самого мужчины в очках в середине 1960-х стала главным местом на планете Ученый, восстановивший достоверный облик десятков исторических деятелей, долгие годы пытался изучить останки похороненного в Петропавловском соборе императора Александра Ай Его волновал важный вопрос, связанный с судьбой самодержца C.C.B.S.R. 2.5 L.Pantera Гробница Александра Ай В Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге Большевики поняли, что народная молва об инсценировке его внезапной смерти в 1825 году в Таганроге имеет под собой реальное основание А началось все в 1837 году, когда в Томске принялись обсуждать высокого старика с длинной белой бородой и посохом в руке Он ходил по окрестным селам, уча местных детишек грамоте В знак благодарности за уроки люди давали ему деньги и еду Но он отдавал все нищим, хотя и сам жил не лучше их Все удивлялись, столь образованный человек избрал такой образ жизни Почему вы думаете, что мое нынешнее положение хуже прежнего? Я сейчас свободен, независим, покоен Прежде нужно было заботиться о том, чтобы не вызывать зависти Скорбеть о том, что друзья меня обманывают, и о многом другом Теперь же мне нечего терять, кроме того, что всегда останется при мне, кроме слова Бога моего и любви к Спасителю и ближним Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе Духа, объяснял он Рея новости Селимханов ученый-антрополог, археолог и скульптор Михаил Герасимов За работой это невозможно Описание Федора Кузьмича привлекло внимание антрополога Михаила Герасимова, который занимался Александром Ай, если в его могиле все же есть останки, совпадают ли они с приведенным в полицейском деле описанием старца? Опознали в страннике императора в 1842 году Ссыльный казак по фамилии Березин, который, видимо, служил раньше в императорском конвое, обомлел Николай Ай, пытался в 1825 году его убить, но он пустился в бега А прибежище нашел у преподобного Серафима Саровского, став его учеником РИА Новости, Андрей Золотов Икона Серафима Саровского На пике известности Федор Кузьмич поселился в селе Краснореченском, где лишь усилил молву По воспоминаниям крестьян, старец особо почитал день памяти князя Александра Невского, отмечая его словно свои собственные именины Он также часто рассказывал им про Отечественную войну 1812 года, подробно описывая ход сражений А однажды и вовсе сказал, что царь втайне завидовал военным успехам Кутузова Единственное, о чем категорически отказывался говорить, о своем прошлом Именно эту загадку Михаил Герасимов часто обсуждал с писателем Данилом Граниным в начале 1960-х, когда государство усилило антицерковную пропаганду Известный литератор согласился помочь ученому и направил в Ленинградский обком КПСС письмо с просьбой разрешить вскрытие могилы Александра Ай, ответ пришел далеко не сразу Как выяснилось, чиновники переправили запрос непосредственно в Кремль Если Герасимов определит, что череп императора череп человека, умершего не в 1825 году, а много позже, в год смерти старца То церковь сделает его святым, что же получится, это произойдет, с подачи ЦК Коммунистической партии Нет, невозможно, ответ Москвы был таким, словно там и вправду что-то знали Тайна Федора Кузьмича Адвокат Кони определил на глаз, что почерк в таинственной записке совпадает с Государевым Однако экспертиза под патронажем Николая Михайловича в 1907 году дала обратный результат Кроме того, князь заявил, что расшифровал послание Все Зевес и Е. В. Николай Павлович без совести сославший Александра от его Чего, а с нынче так страдаешь брату вероломного пиодавася моя держава 1837-го город Мар Князь отмечал, что записка, скорее всего, не более чем плод воображения кого-то, кто видел и знал старца Да и в целом не соотносится с легендой о добровольном отречении Однако его доводы мало кого убедили, в Петербурге настолько верили истории о свержении царя Что даже появилась версия, будто бы Александр, замаливая грех отца, приказал перезахоронить тело Федора Кузьмича в Петропавловском соборе Нужны экспертизы А ведь достоверно неизвестно, где находится могила старца Предположительно, его похоронили на территории Алексеевского монастыря в Томске На могиле еще была надпись Здесь погребено тело великого благословенного старца Феодора Кузьмича, скончавшегося 20 января 1864 года Фото – Богородица Алексеевский монастырь Мощи святого праведного Феодора Томского Но вот с этим проблема, достоверно неизвестно, покоятся ли они в Петропавловском соборе Историки считают, что останки там Однако, например, у представителей Русско-Православной Церкви иное мнение Мы обращались в архивы, к музейным работникам, к нашим известным историкам и получали категорический ответ Это легенды, вымыслы, ничего подобного не было, никаких документов на этот счет нет Но, надо сказать, что у Церкви есть некоторые свидетельства и уверения, которые для нас могут быть вейскими аргументами И мы продолжали эти исследования, объяснял журналистам председатель Патриаршего совета по культуре Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов В частности, сохранились свидетельства, что в 1921 году большевики в гробнице государя Александра Павловича ничего не нашли Есть еще версия, что революционеры попросту выкинули царские останки в реку Именно так они поступили с могилой графа Алексея Орловича Сменского А может быть, императора и вовсе не погребали в Петропавловском соборе? Не все просто из таинственной запиской старца В 1909 году она загадочным образом исчезла и до наших дней дошло лишь несколько фотокопий из газет того времени Но, как ни странно, полноценной подчерковической экспертизы с использованием современных технологий до сих пор не выполнили Ее стоило бы провести Хотя мне кажется, что более четкий результат дало бы исследование ДНК останков у гробницы Александра Ай, правда, для этого нужно получить разрешение Сейчас же можно с помощью экспертизы отличить останки 48-летнего человека от человека возрастом 70 с лишним лет Отмечает в беседе с РИА Новости заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права Богословского факультета Бздгу Священник Александр Щелкочев Да и ряд фактов из биографии императора побуждают исследовать вопрос о его сходстве с Федором Кузьмичем Например, по словам Щелкочева, государь постоянно говорил, что монарший пристал его тяготить, стремился к духовной жизни Он как-то сказал, я отслужил 25 лет, даже солдат не истребует большего Поэтому есть основания для научной проверки гипотезы, подчеркивает историк 4 ноября, 08.00 религия и мировоззрение украли или подменили, мистическая судьба Казанской иконы Богоматери Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова